итак начнём всем здравствуйте и сегодня у нас тема такие замечательные космические цветы мы с вами уже рисовали поэтому я не думаю что это будет очень сложно сначала надо будет прорисовать карандашиком потому что это довольно сложный рисунок в отличие от пейзажиков каких-то где у нас там могут быть и всякие кусты и деревья так немножко свободной формы тут все-таки цветок имеет свою геометрию я думаю по композиции мы с вами вместе мы ли не вместе им целиком под эту вазочку на каш красивая но я боюсь она у нас не поискать а тут очень красиво вот эти вот идут за свет не сладочки мы не будем просто будем фон рисовать вот это вот вода тут так светится свет через нее проходит тут такие красивые получается видите такое светлое место да ну можно немножечко дарку как бы ужать сократить можно так что итак наметим вот эту вот вазочку сделаем просто еще сами немножко поменьше по пропорциям покороче можно можно сместить да действительно как бы считается что центральная композиция она не совсем художественно но если посмотреть того же мошкова и того же нашего любимого выставка фалька то у них есть вполне центральной композиции поэтому страшного в этом ничего нет потом можно сместить если посмотреть в какую сторону смещена шапочка вот букет масса да вот она у нас да у вас а вот с моей точки зрения она больше вправо смещена и тогда вазов соответственно если здесь масса больше чуть чуть левее или правее а если уж там все симметрично ну можно по центру ничего страшного вот ну давайте по науке тогда немножко сместим смотрите в какую сторону у вас лучше сместить чуть-чуть да вот серединка листа и мы чуть-чуть смещаем вот ясно еще в левую сторону один сантиметр буквально по симметрии без этой оси конечно нам с вами не обойтись но стараемся делать стараемся делать ее вот с таким совершенно легким нажимом чтобы потом можно было стереть все-таки нас творить чтобы не было грязи под краской и опускаем сейчас я вот вверх вода текает из центр или ниже давайте вот здесь вот это будет чуть ниже серединке листа а вот это немножко чуть правее смещаем и проводим оси нет и базы вас что не очень сложно поэтому так вот сильно построением заниматься как мы помните стоили попала там все сложно построим и что тут важно вот на этой линии отложить вправо и влево одинаковое расстояние чтобы нас горлышко давни закривилась прям померили карандашиком и поставили для засечки у нас может быть только вот таких вот горизонтальных линий построения три штучки до вверх вот эти плечики сделаем можно еще вот эту точку плечики и вниз и все я думаю вообще ткани прорисовывать сделать просто фон голубой фон сделать потому что если мы еще часы ткань будем включать эту работу это будет очень долго если хотите мы можем с вами отдельное занятие посвятить написание драпиров вообще очень интересно отдельная тема потом где-то одна треть от верха мы ее немножко укорачиваем одна треть от верха это уже две засечки на равном расстоянии примерно такие же как горлышко но вот чипа уже видите туда под горлышко чуть-чуть сужается 1 3 до и на уровне половины чуть расширение идет это вот эти плечики у вазочки то есть вот это вот одна треть это половинку и повыше у меня можно чуть повыше расширение без без этих построений нам не обойтись будем как строить как художник как рисовальщики вот в засаде которые идет овиктор на рисунку они там строят прям строится как и джинни все занятия строят и внизу донышко соответственно тоже у нас на уровне вот этих засечек на уровне плечей вазочки здесь у нас донышко потому что у нас не расширяется к низу не сужается а примерно вот здесь вот две линии которые можно вниз опустить они бы правильными поэтому что-то сбоку подсветить этот букетик софитом я поясница беленькие тогда потеряются они тоже хорошие потеряется они там знаете теле нас правильные вот так надо у нас ливаться ну пока мы не начали пока мы не начали считаем цветы мы можем еще туда-сюда не оказался одинаковых что сиреневых что бордовых что белых а тут оказалось ну ничего страшного у нас ось сметрии практически не имеются рисовать давайте как то масса можно вот сюда вы рисовать вот не не совсем край как вы видите а немножко вот сдвигаем и бутылочка у нас соединяем эти точки а еще окружности на окружности овальчики наверху у нас когда мы смотрим нижний овал мы видим более развернутым более широким а верхний овал у нас поднимается поднимается и когда соответствует уровне глаз вот эту поверхность то она сливается в одну линию получается не овальчик а на линии да поэтому нижний овал у нас всегда более сильно повернуты на зрители знаете можно рисовать только вот этот полуовал не не рисовать прям насквозь хотя может правильно было простроить настройство здесь тоже особо сильно не можно и прорисовывать потому что вот та задняя часть закрыты лепесточками и и соединяем и соединяем здравствуйте мы бойко картину сняли вы повесите самый-самый конец что повесить чё не лучше мы своем а то ваше не вижу у нас сейчас где мы надеемся отдельную выставку как-нибудь сделать Да, это хорошее дело будет. И мы, знаете, где сделаем? В арене Хики построили там для долголетия, для нас, очень хорошие залы. И вот там можно вешать. И там, наверное, народ будет сходить. Мы там будем два концерта делать. Вокал и хор архимический. Ну, потом афиши будут, скажут им. И вот можно сделать там. Я, кстати, сейчас скажу. Попоще, да? Попоще. Давайте здесь. Когда мы научимся. Нет. У вас здесь работает. Смотри, как он. Все. Может быть, это все. 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 Ну, вот у нас бутылочка получилась. Сейчас я ее поправлю немножко. Кривоватка. Ну, потом можно будет и кисточкой поправить. И сейчас приступим как раз к нашим таким красивым цветочкам. Рисовать я буду с фронтального ракурса. А вот после воды они все преломляются, они не так пойдут прямо, а немножечко. Ну, они увеличиваются. Да, да, да. Ну, как-то, да, изламываются. Какое у вас зрение? Мне прямо кажется. Я плохое зрение. Я линзин нашел. Мне кажется, она прямо прямо все идет и не преломляется. Чуть-чуть вот здесь. Вот здесь, да. Здесь почти не преломляется, потому что близко к стенке. А чем толще вода, тем сильнее преломление. То есть здесь мы его почти не видим. А вот эти вот задние, они же вообще такие все. Куда-то уходят. И увеличиваются. Эффект линзы. Итак, начнем вот с этого беленького. Да. А вы не будем делать такую общую отрезку, что ли? Общую отрезку. Не стоит? Потому что у всех немножко по-разному. У кого-то сдвинуты вправо, у кого-то влево. А я в общем говорю. И вот этот цветочек на кого-то развернут. Ну, можно прямо вот рисовать с образца. А можно с натуры. Ну, по крайней мере, я объясню принцип, как рисовать вот эти цветы. И дальше уже каждый со своего ракурса сможет нарисовать цветочки. Итак, а тут вот интересно очень таким зонтиком. С чашечкой такой перевернутой, да? И у нас вообще очень многие, видите, вот такие перевернутые чашечки. Итак, как мы нарисуем? А нарисуем мы ее прямо как чашку. Вот такая вот полусфера. У кого-то дальше, у кого-то ближе. Да, немножко по-разному. Так что вы смотрите относительно вашей точки зрения, где это находится. Поэтому, конечно, когда... С картинки проще всего делать. Да? Все с одного ракурса, да. А вы немножко корректируйте на свое местоположение. Вот. И уже вот в эту чашечку надо нам с вами будет писать вот эти вот лепесточки, верхние и нижние. Вообще у них одинаковое количество лепестков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Восемь лепестков, правильно? Указалось восемь лепестков. И такие, они очень красивые эти лепесточки. Сейчас, два, три, четыре, пять, шесть. Там, что-то, мы как-то едете. Что-то число. Я покрупнее просто, наверное, на лепестке на отдельно покрупнее. Поштай на белом пальце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. То есть на конце такая волнистая линия с центральным выступающим гребешком. Вот такую форму имеет каждый лепесточек космеи. Ну, можно так уж прям вот эту корону не особо вырисовывать, а хотя бы просто сделать волнистую линию. Потому что, ну, это признак этого растения. Особенность. И вот эти вот лепесточки сначала просто рисуем вот таким образом. Какие-то находят друг на друга, какие-то отделяются. А вот здесь половинка. Раз. А потом на конце сделаем, или сразу можно, но вот так вот может быть проще быть, вот эту вот волнистую линию. И сразу вид лепестков приобретает похожесть на пору. Да. Уже понятно, что это не ромашка там, не что еще у нас похоже на это там, не анимон, а что это космея. И нижние лепесточки, также мы их не видим полностью. Половиночку. Да, да, еще там зелененькие. У меня даже чуть. И вот тут вот серединочка, чуть-чуть вот мы видим вот этой желтой серединочки. И линии построения можно будет убрать. И наверху тоже у нас такая корона. тоже из восьми зелененьких таких лепесточков, шапочка такая, которая закрывает наш цветок. А из-под нее тоже выходит, вот я сейчас смотрю близко, тоже выходят такие маленькие, светло-салатовые лепесточки. очень интересно. Но это мы лучше кисточкой сделаем. И тут как бы вот эта коронка, которая закрывает сам цветочек, она немножко приподнята. Вот тоже интересно. Вот сейчас рассматриваю, да. Если вот посмотреть, да, вот это. Да, немножечко, да, да, немножечко вот на такой пипочке она так приподнята над самим вот этим вот цветочком. Здорово. Интересно очень. И сразу можно нарисовать стебелёчек. Волнистый получается. Да, волнистый получается. Вот этот бутончик прорисуйте вот круглый. Можно? Вот этот? Да, вот один из них что-то. Вот эти. Это уже даже не бутоны, это семенные. Ага. А какие бутончики у них? Вот, наверное, да. Вот он бутончик вот только распускается. Вот эти семенные коробочки. А, семенные коробочки. Хорошо. Сейчас сделаем, сделаем. Сейчас сделаем поближе. Даже на отдельные можем листочки сделать. Дальше у нас вот эти вот. Хочу нарисовать вот эту вот головку такую. Вниз смотрящую. Сиреневая. Раз. Сиреневая. И тут как раз можно показать то, что вот это отступает. Угу. Угу. Можно нарисовать четыре. Можно нарисовать там пятый. Можно нарисовать там пятый. Как-то красиво, что он немножко отступает. Может быть сразу расположение все их, где они располагаться, где они располагаются? Так. Художник может все исправить. Так. А вот тут давайте тогда коробочку вот эту нарисуем. Сейчас я ее покрупнее. Она вообще очень интересная, если брать. есть. Вот эта семенная коробочка. У меня тоже есть бутончики, да? Да. Есть бутончики, да? Есть бутончики. Вот эти вот коробочки, они чем-то схожи с бутончиками. Тут такая, блинчик такой у них наверху. И тут корона такая из восьми лепесточков. И они так еще загибаются. Так. А дальше такой у него там идет вот эта вот сама коробочка. Тоже, которая как тюльпанчик. Тоже восемь у нее лепесточков. И там семена внутри. Вот эту коробочку и все это. Вот эту вот. Они все одинаковые. Они очень похожи на колокольчики. Вот как колокольчики. Селененькие будут, да? Селененькие. Ну они, да, такого травянистого цвета. Вот если нарисовать ее вот так вот вверх. Чем-то похожа она на колокольчик. Вот эта коробочка. Там такие семена вот с такими усиками. И вот тут юбочка. Вот с такими тоненькими. Тоже восемь. Все по восемь. И там. Вот на что похоже. Единственное, что немножко она другой формы. Я тут. Она как бы вот такой больше формы. вот эта коробочка. И вот так можно нарисовать все вот эти вот семенные коробочки. Вот такими другими. А бутончик. Вот есть тут у меня бутончики. Все то же самое. Вот эта юбочка такая же. Только нет вот этого блинчика. Он еще не вырос. Да, вот этого. И просто такой шарик внутри. То есть если бутончик рисовать, он маленький. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блинчик маленький совсем еще. И как ягодка такая. Вот этот бутончик. Ну и так как у нас тут все поникшие такие, да, сказать, давайте нарисуем, повеселее сделаем. Нарисуем развернутый на зрителя цветочек. Ну вот этот вот, да. Вот все, все, все его видят. Бордовый вот этот красивый. Опа. У нас опять принять светочки вот тут чуть-чуть. Красота. Ну как бы, да. Как бы вот так всем показать. Ну чтобы вот это. Карандаш. Вот он такой, да. Ну вот его и нарисуем наверху, да. С серединки начнем вот с этой желтенькой. И от нее отходят вот эти лепесточки. Как бы из-под нее с короны. Один. Раз. Два. Три. Какая красота касается. Меня могут их называть московские ромашки. Может их так раньше называли? Ага. Похоже на ромашки. Так, попрямее только рисуйте. Посимметричнее. У меня тут с моего ракурса. Раз, два, три, четыре. Не просчитаться бы. Это как в фильме, да, когда пальцы считали. Сейчас немножко закрою. Вот так, пожалуйста. Уже. Четыре и один. Но они, кстати, бывают и закрывают друг другу, да. Не просто. Один лепесточок тут. Видите? А он вообще как-то разделился на два. Вот этот вот смотрите. Это один лепесток, но он как-то очень странно раздвоился. Вот этот вот лепесток. Единственное, что старайтесь не так сильно нажимать на карандаш, чтобы не было грязи потом у нас, когда мы сейчас красочками не будем рисовать. Так, ну что еще нарисуем? Какой красавчик. Вот у нас такие бутончики, они такие полураскрывшиеся, вниз обычные. А можно нарисовать вот такой раскрывшийся, да. Но смотрит он в сторону, да. Потому что тут у нас уже есть. Заполняем свободные места, да. Вот, например, здесь возможность нарисовать. Рисуем здесь. То есть даже если мы букет видим как-то сильно сгруппированный в одном месте, стараемся как-то равномерно распределять по листу массы цветовые, иначе у нас будет немножко такой перевес в одну сторону, а в другой стороне будет пустым. А у нас и сейчас перевес. У вас один розовый на лево цветочек, а весь бутон на право. Так что давайте тогда распределять на листе, делать композицию, о чем мы говорили. не обязательно прям вот четко с натуры прям стараться миллиметр в миллиметр, а как-то вот уже по вашему художественному чутью распределять более-менее равномерно. Так, давайте нарисуем такой раскрывшийся, ну как бы отвернувшийся от нас. Вообще от нас отвернувшийся. Ну да, может быть. Ну да, вот такой, чтобы он туда смотрел, в другую сторону. Вот так вот. Вот тоже интересно будет. Так, это мы стебелек опускаем от этого и делаем вот. Интересно, когда один цветочек находит на другой, получается вот такая вот живость. Не все отдельно, а все-таки вот как в жизни бывает. Одна форма закрывает другую форму, поэтому, ну мне кажется, интересно будет, если мы один нарисуем вот как бы за ним. Вот наша корона. Четыре. Угу. Отвернулся он от нас, обиделся. Наверное. Угу. 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 Так, с этой стороны можно нарисовать полураскрытый цветочек. То есть, давайте попробуем. Вот как бы он. И с нами, и без нас. И здесь, и там. Помните, как мы с вами рисовали? Яблоня. Вот. Покрупнее постараюсь сделать. Потому что, чем разнообразнее ракурсы, чем более не похожи формы, тем букет смотрится живее. Он смотрится не пластмассом, а живым таким букетом. только что сорванным. Поэтому, давайте попробуем. Раз. Тут, в этом ракурсе, конечно, сложно нарисовать. Да? Вот один лепесточек. Вот это вот у нас отступ. Второй в ракурсе. Вот он такой будет. Как бы треугольничек такой. Пропеллер. Раз, два, три, четыре. И тут. Красивый. По четвертый там. Вот он такой боком смотрит. Он раскрывшийся такой полностью. Но смотрит он в сторонку. А там еще очень красивый. Вот он такой, который консул, это же все равно здесь отвёрнутый. Чашечка сверху. Вот она. Нет, это сборку полотен. Вообще полностью повёрнутый? Да, да. Развёрнутый. Ну, пока мы тоже показывали. Не видно. Может, сверху? Да, вот этот цветочек мы показывали задом. Вот этот вот. Который карандаш хотел поставить. Вот видите, они совсем отвёрнутые. Чашечка вот так сверху. И вниз, да. Не надо убирать, чтобы бумажки вошли. Шпарк. Ну рядом где-нибудь. А я сейчас привешу. Да, спасибо. Вот сюда. Угу. 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 Покрупнее. От лопатами где-нибудь. Да-да, давай сейчас сделаем. Не налей. Понижимай. Понижимай? Давайте понижимай. Вот так, нормально? Угу. Просто я когда буду монтировать ролик, мне хотелось в эту сторону картинку вот с этим букетиком, чтобы видно было. Потому что влезает в кадр только вот это. А натура в кадр не влезает. Угу. И ничего, я подвину уже в эту программу. Самое интересное будет, конечно, красный. Красота такая, наверное. Смотрю, похоже на космина. Главное, 8. А то на выставке криво посчитает. Может быть, у каких-то все равно должно быть видно 8. У каких-то там одного хотя бы с 7. Смотрю с этой стороны немножко букетик смешно. Вообще красиво. Все природные эти формы очень хорошие. Так. И вот эти. Вот он отвернулся у нас. И побольше вот этих коробочек, бутончиков. Они тоже придают вот свое такое очарование. Потому что вот эта космина, одни отцветают, дают семена, а вторые только появляются. Они вот так вот, это бесконечный такой процесс. И хорошо, когда на нашей работе вот видно вот это вот время. Один отцвел, второй тут появился. Это здорово. Здорово. Поэтому вот эти бутончики и коробочки нарисуем прямо вот, ну, несколько штучек. Так. Один у нас, значит, отвернулся и смотрит вниз. Не поняла. Пусть там по цвету очень красиво. Угу. Вернулся и вниз смотрит. Вот там мы сделаем сзади, наверное. Угу. 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 Или будет слишком уж так уж очень густо здесь. Ну, вот здесь вот можно сделать. Давайте вот здесь сделаем. Угу. Угу. Вот он такой будет, сейчас попробуем еще, покрупнее сделаю. Блинчик вот этот вот, раз, два, три, четыре, пять. Так, и вниз он смотрит, вот вернулся от нас, смотрит вниз, вот тут вот тоже лепесточки. Наверное, обратите внимание, что лепесточки более широкие, да? А плоского к широкому. Да, 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 обязательно, не такой, ну, такой совочком, да, действительно, не забываем про это. Совершенно верно, замечание, спасибо. Да, то есть лепесточек, он, вот, мы его привыкли сужать, да? Вот такое вот укоснее, плюс еще вот эта вот корона. и тут его. Раз, два. Вот он вниз смотрит. Причем нижние лепесточки мы прорисовываем, да, а верхние просто, вот, как бы дугой такой, потому что вот это все окончание лепесточек, вот эта вот волнистая линия, мы ее не видим, она завернута. Поэтому вот здесь просто вот такие дуги, и только вот здесь на лепестках, которые мы видим, идут вот такие вот волнистые линии. Так, ну что, я бы еще нарисовала бы вот здесь, наверное, что-то, да? А вот распускающийся бутончик, тоже очень интересно. Смотрите, он вот, только вот эта коробочка, в которой находятся вот эти свежие лепесточки, только-только начинает выбрасывать вот эти лепестки, только начинает раскрываться. Вот смотрите, как интересно, да? Вот она лопнула и начинает распускаться. Сейчас даже покажу. И даже с одной стороны еще не распустет. Интересно. И вот мы как раз вот этот вот бутончик давайте тоже нарисуем. Сейчас уже возьму бумажечку. и они как бы еще даже сложенные выходят один из другого. Вот. Вот эта вот корона наша. Она даже не так немножко. она вот так идет. И у этой короны лепестки прям четко треугольные такие. И вот эта вот коробочка, вот она. И начинает она выкидывать лепесток и как бы сложенные такие, они как бы еще вложены друг у друга. Листики еще даже завернут. Да. А вот тут сверху, вот как раз остатки вот этих вот, вот этой коробочки, которая лопнула, из нее выходят вот вот эти листики. Вот. Вот. Я сейчас могу понять можно нарисовать. Это все красками-то показать. Коробочка на коробочке получается. Что красками? Это все красками будет. И будет все понятно. Ага, все, коробочку не убирайте. Давайте сейчас я помельчу. Сейчас я повыше прикреплю сейчас. Вот это понятно. Вот эти зелененькие. А вот эта вот? Вот эта вот сама коробка, которая лопнула, вот эти вот листики детские вот эти вот. Видите, они здесь тоже остались. А вот здесь они еще потемнее. Это вот сама оболочка этой коробочки. Вот это она между вот этими хвостиками, да? Да, 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 да. Да, да, да. Сама оболочка вот этой коробочки. Да, казалось бы, не затейливая такой цветочек, а вот начинаешь рассматривать там. И получается, что они очень-то и простой. Так. Вот здесь вот сейчас я его нарисую. Видишь? А ветки у них с тоненькими такими лепесточками. Ну, не совсем как укроп. Укроп все-таки помельче. Но архитектура, да, такая похожа. Ведь у нас ромашка прям как укроп. вот эта вот дикая-то. Ага. Вот тут вот. Это коробочка лёгкого. И тут такая прям как лессированная юбочка. Вот тут вот сложенные такие лепесточки друг к другу сложенные. Покороче немножко. А то я что-то размахала, чтобы успели вырасти. Вот, распускается. Ну и порисовать вот эти вот коробочки семенные и бутончики. Листочки. Да. Листочки, да. Мы сегодня, наверное, сейчас отрисуем карандаш и сделаем фон. А уже на следующий раз уже все сделаем в цвете. А дома еще посмотрим повнимательнее вот эти коробочки, бутончики, цветочки. Может что-то добавим там в карандашики. И смотрите, тут очень интересно, потому что на одном стебелёчке вот он выкидывает, стебель раз, сам цветочек и коробочка и бутончик. То есть видите, как бы отходят от одного стебля. Вот это тоже надо показать. И где вот это вот место при вязке. Да. Вот сейчас мы нарисуем здесь коробочку. Здесь листики вот эти вот, тоненькие усики. Здесь у меня, конечно, не очень красивая линия получилась. Надо, чтобы она была плавнее, певучее. Так. Тоже вот отсюда. Раз. И сделаем вот этот семенной колокольчик. Я бы не стала сейчас вот это вот зелёные лепестки, лепесточки прорисовывать, вот эти листики. Потому что сейчас у нас будет прям каша такая вот карандашная. Это легко можно будет сделать уже кисточкой. Смотрю, у всех могут от красота. Давайте ещё батончиков добавим. Вот от этого раз. Вот здесь вот раз батончик. Зелёные. 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 Видите? Ну да. Потому что одни как ниточки, а вторые потолще. То есть они всё равно будут отличаться. А вот смотрите какой интересный, да? С этими засохшими. Давайте-ка его тоже сделаем. Так. Это коробочка такая. А вот здесь вот такие засохшие лепесточки. И здесь я бы нарисовала бы космия. Вот здесь вот. Вот отвернутая давайте ещё здесь я рисую. Тут тоже коробочку можно нарисовать. Отвернутая от зрителя. Чтоб интереснее было. И сейчас перед тем, как залить фон голубым, чтобы нам уже не возвращаться к фону, давайте мы, если где-то сильно нажимали карандашом, пройдёмся пластиком. Потому что если мы сейчас фон сделаем краской, то это как бы зафиксирует карандаш и уже мы его не сотрём. А если будем стирать, будет грязь. А краска не должна была? Ну это аквареля и с ней надо вообще очень осторожно. Она же прозрачная. И из-под неё всё вот это вот будет вылезать. Поэтому если где-то уж очень сильно мы нажимали на карандаш, мы сейчас это всё дело подотрём. У нас есть замечательный инструмент пластик. Особенно белые, когда мы будем нарисовать, ну там правда белые, но всё равно. А потом можно будет нарисовать вот тут вот несколько лепесточков, да? Но это уже потом. Да, вот красиво. И сейчас мы с вами зальём фон, чтобы у нас... Ну-ка, зря голубой, да? Да, такой, ну, нужно сделать ему почище. Прям голубой. Девочки, хочу представить вам артистку нашего театра Союза пенсионеров, Людмилку. Звали на неё. Третьего числа был праздник, вы вышли, День города, да? Они там свой спектакль показывают, как и вам было проженили. Она у нас сказочница. Сказочница? Ой, прошу, что ты сказочница. Приглашайте нас сюда. Если человек дал артистку, он дал артистку во всём. Так, теперь надо намочить листик. И, да, сейчас будет у нас на руках. Вы тогда сейчас всё у нас намажите. Так, я не пригласила маму. Видите, я так не знал, что всё так всё. Хорошо, Мальяма приставила, я всё посмотрела. Просто не хватит, что ты не видишь. Смачиваем, да? Мольный? Да, да. Я просто думала, что она станет как старая. Так, что кто желает, у нас в артистке. Как долго кисточкой мочить я могу. И берем голубую вот эту красочку, которая у нас на палитре, вот между зелёной и фиолетовой, и прям вот сверху донизу, не стесняясь, прям по всем цветам нашим красивым заливаем он можно немножечко розовенького добавлять для разнообразия цвета вот розовый но с розовым не особо старайтесь потому что у нас же вот эти космеи есть вот такие нежно-сиреневые и они будут сливаться поэтому вот чуть-чуть добавим и бутылочку прям они сход внизу можно розового тут не будет у нас лепесточка розовенький приблизительно вот так ну на сегодня я думаю все а в следующий раз мы с вами уже все сделаем цвете и все должно быть красиво